Дальше у нас идет по списочку вот такая папочка. Она нужна для того, чтобы учитель мог туда положить какую-то информацию, какие-то письма для родителей. Дальше у нас идет по списку все, что должно поместиться в пенал и все, что должно быть для рисования. Сейчас я покажу. Начну вот с такой папки. Такую папочку нужно принести. Формат А3. Джо Лисочка себе выбрала вот с такой лошадкой. Сейчас постараюсь открыть. Обычная такая папка. Они когда будут рисовать, они будут сюда складывать свои рисунки. И вот такой вот блок для рисования. Тоже формат А3. Такие обычные листы. Вот такая коробка и в ней должны быть все принадлежности, которые нужны ребенку для рисования. Это вот такая майка. Обычная любая майка, которая может быть запачкана красками или фломастером или еще какими-то материалами. То есть то, что, например, не жалко и если вдруг что-то, то можно ее испортить. Также вот такой передничек должен быть. Тоже от Джо Лисочки с лошадками. У нее еще остался с прошлого года. Аккуратненький, чистенький, поэтому мы его еще решили использовать и в этом году. Обязательно должна быть вот такая мочалочка для кухни. Тряпочка, как для кухни используешь. Дальше вот такая мочалка посуду мыть. Стаканчик для водички. Тоже очень удобная. Вот здесь открывается она на замочке. Водичку набираешь и вот кисточку сюда вставляешь, то есть она никуда не девается, не падает. У нее еще тоже это все с первого класса осталось, поэтому мы решили все в хорошем состоянии, очень аккуратно, поэтому мы еще будем это использовать. И краски. Краски тоже с первого класса. И кисточки мы положили вовнутрь. Вот такие принадлежности в этом году для рисования. Немножечко упростили, потому что в прошлом году еще нужны были мелкие и еще разные другие принадлежности. Уже все не помню. Далее вот здесь написано, что еще. Вот это кисты, мид, вот эти вот, с вот этими всеми принадлежностями, которые я вам показала, то есть коробка. И мепшин. Мепшин это, ну, как бы пенал, да? Здесь обычно у ребенка всегда два пенала, не один. Вот такой. В него входят у нас фломастеры. Я уже показывала вот эти фломастеры в прошлом году. И очень много спрашивали у меня, где мы покупали такие фломастеры. Я говорила, в магазине Müller в Германии есть такие. Возможно, еще есть в каких-то других магазинах. Я не знаю. Вот. Это фирма Stabilo. Сейчас, может быть, на черном будет получше. Видно. Я увеличу. Вот так называются эти фломастеры. Очень удобные. И что очень хорошо, они в связке. И ребенок их всегда, они не разлетаются никуда. То есть очень-очень удобно. Я могу только порекомендовать. Джулиса ими пользовалась весь год. И мы очень довольны этими фломастерами. Очень хорошее качество. Они немножко, конечно, подороже, чем обычные другие. Но они того стоят. Вот. Поэтому только можем порекомендовать. Старые мы и оставили, чтобы она рисовала дома. Потому что там, к сожалению, уже черный цвет уже очень тусклый стал. Поэтому она очень много пользовалась и срисовала его. Мы решили ей в этом году купить новые. А теми она уже будет дома пользоваться, рисовать. Вот. Значит, входят вот такие фломастеры. В эту папочку. В этот пенал маленький. Потом вот такой специально стирающийся фломастер. Вот здесь написано, да, можно на CD, на пластике, на металле писать, на стекле. И его можно стереть. Нужно обычно синий или черный. Вот. Мы синий купили, Джулиса захотела. Также нужны ножницы. Тоже у нее с прошлого года остались. Клей и точилка. И вот этот пенал, в который входят простые карандаши, стирка и два простых карандаша, которыми они пишут, и линейка. Теперь я хочу обратить внимание на книжки, которые мы заказывали для Джулисы. Выдается отдельный список. И там указаны книги, которые мы должны приобрести для ребенка, для второго класса. Вот такой словарик. Здесь они учатся смотреть, учатся искать, вернее, как пишутся те или иные слова правильно. Какие-то здесь вот исключения есть. Ну, то есть, как обычно, да. Вот. Очень удобно. Старшие девочки тоже пользовались наподобие такими словарями. Каждый ребенок должен иметь вот такой словарь во втором классе. Дальше. Вот такая тетрадка по математике. Я уже как-то вам показывала, в первом классе у нас тоже такая была. У старших девочек не было вот этого, а у Джулисы есть. И здесь вот различные тесты. То есть, эта тетрадка отдается учителю, и он выдает, когда они проходят какую-то тему, выдает контрольную работу, и вот, ну, как бы тест, да. И пишут они тест. И я уже показывала. Например, вот они выполняют задание, и в зависимости от того, как ребенок выполнил задание, учитель потом заполняет вот эту всю информацию. Здесь по теме все вопросы. И здесь указано, был ребенок уверен, так себе в серединке, или совсем не уверен, да. То есть, ставятся крестики. И вот здесь внизу пишутся какие-то комментарии, какие-то пожелания, если они есть от учителя, или по хвалу обычный учитель тоже сюда может записать. Вот. И здесь каждый тест по своей теме, да. То есть, вот денежки были, геометрические фигуры, счет, вот тут до 20, умножение разными способами. Вот, немножечко пролистаю. Может быть, потом я буду, когда Джелиса будет выполнять, приносить, вернее, эти тесты, я буду показывать. Вот. Повторение, наверное, в начале будет повторение первого класса. Тут вот уже до 100 идет счет. Вот. Десятки считать. Вот. В общем, вот такие задания. Это одна тетрадка для тестов. Потом вот такая рабочая тетрадь. Здесь немножечко покажу тоже темы. Какие есть во втором классе. Будем тоже параллельно, как и в первом классе. Джелиса выполняла домашнее задание. Я буду иногда делать такие влоги, где вы можете посмотреть. Уже более поподробнее мы будем объяснять, рассказывать. Если вам эта тема интересна, я знаю просто, что очень многие интересовались в первом классе этой темой. И вы пишите, пожалуйста, в комментариях. Если вас эта тема также и для второго класса интересует, то я буду с удовольствием делать видео. Будем отвечать на ваши вопросы. Будем вам рассказывать, как здесь, в Германии, во втором классе обучаются дети по тем или иным предметам. Вот это рабочая тетрадь по письму. Здесь вот ответы с этой стороны. Это можно забирать себе. Родители забирают, чтобы корректировать ребенка. Здесь различные задания. Все по разделам. Правописание, там и чтение немножко. В общем, вот такая тетрадка. И вот эта рабочая тетрадь тоже по письму. Но здесь уже больше упор на правописание. То есть на письмо. Буквы они повторяют здесь. Тексты пишут на каждую букву. Свои задания. Свои слова. Это что касается рабочей тетради. Вот это у нас рабочие тетради такого размера. Тоже формат А4. Все рабочие тетради мы должны покупать сами. Вот этот словарь тоже сами. Какие-то книги мы берем в школе на прокат. Но тоже за них платим. Просто платим немножко меньше, чем мы бы себе, например, их покупали. И если мы должны купить эти книги до определенного числа. Если кто-то не успел не купить, а подать заявку для того, чтобы можно было взять эти книги на прокат. Если кто-то вовремя не сделал эту заявку, значит он исключается из этого списка. И, соответственно, автоматически уже он не получает со скидкой эти книги на прокат. А должен сам себе где-то заказывать в интернете, покупать и оплачивать в полной стоимости. Книжки довольно-таки дорогие. Даже доходят до 30 евро. Может стоить книжка где-то 15, 20, 30. В зависимости, какой предмет и какие книги. Есть и за 5 евро, есть и за 8 евро. Поэтому весь материал подготовить ребенка к школе стоит достаточно недешево. Хотела вас ознакомить со всеми принадлежностями и тетрадками. Все, что нужно у второклашки у нас в Германии. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте, задавайте. В комментариях пишите. С удовольствием будем делать видео и будем отвечать на ваши запросы и вопросы. Желаем всем, кто пошел в школу замечательного нового учебного года. Желаем вашим любимым доченькам и сыночкам много сил, терпения, желания, интереса к учебе, хороших мудрых учителей. И вам, родители, желаем большого-большого терпения и огромной любви к своим любимым деткам. И до новых видео! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok